С вами Серж Дигин, и сегодня я подготовил для вас 5 фраз, 5 небольших кусочков роковых соло, разучив которые, вы откроете для себя новые приемы игры на гитаре. И также вы пополните свой багаж новыми идеями, которые сможете сразу же использовать в своих соло, в своем творчестве, в своих композициях. Все эти отрывки объединяют то, что они написаны в стиле прекрасного гитариста-виртуоза Ричи Блэкмар. Ричи Блэкмар играл в таких группах, как Deep Purple, Rainbow, Blackmore's Night и других. Игра Ричи Блэкмара, в каком бы коллективе мы его не слышали, всегда очень узнаваема и харизматична. Вы узнаете его игру буквально с первых нот, и именно поэтому он оставил такой большой след в рок-музыке. Сейчас я сыграю все соло целиком, а затем мы остановимся на каждом из 5 фрагментов. Я расскажу вам все приемы, которые я там использую, и вы научитесь делать точно так же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, первая фраза, здесь используется бэнд, но Ричи Блэкмарк не всегда играл бэнд сразу в следующую ноту. Иногда он плавно как бы въезжал вверх и также делал бэнд вниз. Здесь на третьей струне от ноты до я играю плавный бэнд к ноте ре от пятого лада. Также обратите внимание на звукоизвлечение. Вот этот вот стоккатированный штрих, когда ноты отрываются друг от друга, отделяются, когда они не звучат слитно, а звучат четко, отдельно. Он, по-моему, в классической музыке называется стоккатто. Вот Ричи Блэкмарк его достаточно часто использует и это его такая характерная фишка. Итак, первая фраза. Здесь есть обратный бэнд. Это прием, когда нота заранее подтянута и мы ее потом опускаем. Последняя фраза. Эта начальная фраза повторяется несколько раз, различаются только концовки. Итак, за первым разом мы играем. За вторым разом мы играем. Здесь бэнд на второй струне на тон вверх от шестого лада. Фак, нот и соль. Опять первая фраза. Чтобы получить вот этот стоккатированный, отрывистый звук, я использую правую руку. То есть я не сразу бью медиатором по струне, а я как бы сначала зажимаю, а потом дергаю струну вверх. И здесь я использую апстрок. То есть я все время извлекаю медиатором ноты снизу вверх. И заканчивается этот фрагмент фразой, которая похожа на кусочек из соло Highway Star. Это арпеджио, которое начинается с бэнда вниз. То есть при бэнд. От шестого лада на первой струне мы как бы делаем бэнд на тон вверх к ноте до. И сразу извлекаем уже заранее подготовленный бэнд. То есть мы бэнд на тон вверх играем беззвучно. Извлекаем уже повышенную ноту. Затем опускаем бэнд вниз и играем ноту соль на третьем ладу. И дальше по арпеджио соль минор. На третьем ладу вторая-третья струна. И заканчиваем нотами фасоль на четвертой струне третий-пятый лад. Вторая половина первой фразы является точной копией первой, только сыгранной на октаву выше. Соответственно, мы начинаем от семнадцатого лада на третьей струне. Концовки нот Ричи Блэкмор любил раскачивать, делать широкое вибрато. Иногда пальцами левой рукой. А иногда он для этого использовал тремоло. Это тоже его такой фирменный прием, когда концовку нот Он раскачивает рычагом. Если у вас классический фендер-стратокастер, скорее всего, у вас машинка работает только в одну сторону, на понижение. Если вы хотите добиться такого же приема, нужно немножечко ослабить пружины здесь. Тогда сам бридж чуть-чуть приподнимется, и у вас будет возможность работать рычагом как вниз, так и вверх, понижая и повышая, соответственно, ноту. Итак, как я уже сказал, вторая половина этого фрагмента повторяет первую только на октаву выше. Чтобы не тратить время, там все то же самое, я сыграю вам ее медленно. Вы обратите внимание на то, что этот прием можно использовать довольно часто, когда вы играете какой-то фрагмент внизу, а затем то же самое переносите на октаву вверх, и это уже сразу создает развитие такого движения, как бы поднимает вторую часть этого музыкального эпизода на другую высоту. Здесь я хотел бы отдельно остановиться на технике исполнения бендов, потому что у меня часто спрашивают ученики, как я играю бенды, как играть бенды, чтобы они были плотные, чтобы нота не гасла, не пропадала, не уставала рука и так далее. Некоторые пытаются играть бенд с помощью как бы разгибания пальца, то есть пальцем руки сыграть бенд очень тяжело, потому что у нас мышцы на разгибание у пальцев достаточно слабые, мы в обычной жизни их не используем, поэтому они достаточно такие себе. Поэтому бенд нужно играть запястьем. Чтобы сыграть бенд, вам нужно крепко зажать струну, прижать струну к ладу, и затем как бы вращательным движением по часовой стрелке вы поворачиваете всю кисть. Таким образом вы используете мышцы предплечья, которые гораздо сильнее, чем мышцы в безымянном, скажем, пальце, и вот всю конструкцию, всю кисть поворачиваете и таким образом подтягиваете струну более сильными мышцами. Это дает вам плотный звук, это дает вам сустейн, это дает уверенность в том, что вы дотянете ноту туда, куда она должна прийти. Вибрато исполняется примерно так же. Сама технология именно такая, как и в случае с бендом. Переходим ко второму фрагменту. Звучит он вот так. Итак, начинается он опять-таки с пре-бенда от шестого лада на второй струне, когда мы играем ноту соль. Пре-бенд и опускаем его вниз. Это тоже так очень характерный для Ричи Блэкмара прием. Он красивый, он блюзовый, его использовали блюзмены до него, и вы можете его использовать в блюзовых импровизациях и в других ситуациях. Хотя по музыке нам нужно бы сыграть бенд вниз на тон, но Ричи Блэкмара играет его на полтона, создавая такое гармоническое звучание. То есть поверх соль минора он играет как бы гармонический минор. Я думаю, что опять-таки эта идея навеяна классической музыкой, потому что там это используется достаточно часто. Итак, мы играем пре-бенд от шестого лада. Здесь уже бенд вниз на тон. И дальше играем бенд на полтора тона, на малую терзу. Тоже такой прием, который пришел из музыки блюз, и его играли там Альберт Кинг и Джимми Хенрикс и другие мастера блюза. Для этого, конечно, вам нужна хорошая подготовка играния бендов, о чем я говорил. Нужно использовать правильную технику, тогда у вас будут легко и просто получаться бенды на полтора тона и даже на два. Итак, мы играем. То есть от ноты соль на восьмом ладу нам нужно дотянуть вторую струну до ноты си бемоль. Когда играете этот бенд, всегда себя проверяйте. Итак, мы играем бенд вверх и релиз. Следующая фраза начинается также с при-бенда. Дальше мы играем нисходящее арпеджио по соль минорному септаккорду. И последняя фраза. Здесь все просто. До, си бемоль, ре, си бемоль. Пятый лад, третий лад, третий лад, третий лад. Затем повторяется начальная фраза. Два такта. А концовка другая. Здесь я использую тоже очень характерный для игры Ричи Блэкмора прием. Мне кажется, в классической музыке это называется мардент. Если вы считаете, что это называется форшлаг, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Возможно, вы разбираетесь в украшениях в классической музыке чуть лучше, чем я. Итак. Что здесь происходит? Ричи Блэкмор реально часто использует этот прием. Особенно в живых концертах, когда ему нужно произвести впечатление. Вообще, когда у него спросили, скажите, Ричи, вы думаете о структуре песни, когда играете? Он говорит, нет, я пытаюсь играть максимально громко и максимально быстро, как только могу. Думаю, что это, конечно, была шутка, но его живые выступления, в принципе, это демонстрируют. В студии там все немножечко иначе. А вот на живых концертах там, да, он действительно играет максимально громко и пытается играть максимально быстро. Итак, как же играется этот красивый, быстрый, эффектный Мордент? Здесь очень много работы для пальцев левой руки. Медиатором мы извлекаем только первую и вторые ноты этой фразы. Остальные ноты играются только левой рукой. Показываю медленно. В быстром темпе это звучит как При исполнении этого Мордента очень важен ритм. Потому что здесь идет так называемое смещение. То есть, как бы сам Мордент, он состоит из трех нот. Он группируется по три. Мы играем в паттерне, который разбит на четыре доли. Четыре четверти, четыре восьмых и так далее. То есть, мы играем как бы немножечко со смещением ритма. Если вот у нас метрономы играют четвертями, мы играем та-тар-да, 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 та-тар-да. То есть, мы играем три поверх четырех. Поэтому все время немножечко смещается доля. На это тоже нужно обратить внимание. И этим ритмическим рисунком нужно владеть. Это очень полезно. Мы играем три Мордента и потом приходим в тонику, в ноту соль на пятом ладу третьей струны. Во второй половине этого фрагмента мы играем практически все то же самое на октаву выше, как мы уже делали с вами в первом кусочке. Здесь очень важно попасть в этот бэнд на полтора тона. Важно дотянуть его до той самой ноты, на терцию, на малую терцию выше ноты, которую мы извлекаем. И дальше тот же Мордент, только вот в этой октаве. Мордент, только вот в этой октаве. Итак, фраза номер три. Здесь мы играем нисходящий пассаж через открытую струну. Этот прием тоже очень любит и часто применяет Ричи Блэкмор. Эта фраза строится по гамме соль минор, но использует хроматизм, то есть ноты, которые идут подряд по полутонам. Если взять, скажем, условно гамму, которая здесь используется, ноты такие соль, фа, ми, ми-бемоль, ре, до, си-бемоль. И прием заключается в том, что мы играем две ноты из гаммы, затем два удара по открытой струне. Итак, показываю медленно, табулатура будет снизу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окончание этой фразы состоит из триольного лика по соль минорной тринтотонике. Это очень классическая блюзовая фраза. Она красиво звучит, и триольные смещения часто использует Ричи Блэкмор. Если вы не знаете, что такое триоль, оставьте ваш вопрос в комментарии под этим видео, и я расскажу вам об этом подробнее. Итак, фраза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинается с бенда от шестого лада на второй струне, на тон вверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем третий лад на первой струне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мы используем хроматизм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень крутая фраза, можно использовать ее просто везде. Обратите внимание на концовки нот. Иногда я использую вибрато рычагом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это широкая вибрато, о которой мы уже говорили. А последнюю ноту я играю триль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как играется триль? Это, по сути, последовательность пул-оффов и хэмер-онов между двумя нотами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом, вы уже научились делать два вида концовок фраз. То есть это может быть нота с вибрато. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Которую вы можете играть как рукой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, и с помощью тремоло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И концовка ноты в виде трели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это дает вам больше разнообразия в вашей игре. Я, допустим, любую фразу могу закончить трели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В предыдущем отрывке мы использовали нисходящее движение. Здесь же мы используем восходящее движение по пентатонике соль минор. Но прием такой же самый. Две ноты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем две ноты на открытой струне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И опять две ноты на открытой струне соль. Затем ноты Ре-Фа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь у нас седьмой, десятый лад на третьей струне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ноты Фа-Соль. Десятый, двенадцатый лад на третьей струне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вторая часть этой фразы звучит так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этой фразе мы используем так горячо любимый прием Ричи Блэкмаром, который называется форшлаг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извлекаем медиатором первую ноту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И еще две играем хэмер-он и пул-офф. Только быстро. Это и есть форшлаг. Тренируйте этот прием медленно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Десятый, одиннадцатый, десятый лад на четвертой струне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тринадцатый лад на пятой струне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И разгоняйте до уже приличной скорости. Следующий фрагмент то же самое, струной выше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть мы играем такой же форшлаг, только уже на третьей струне, также от десятого лада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше следует та же последовательность, восходящая по пентатонике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И последняя фраза, похожа на предыдущую, просто немножечко длиннее, потому что размер композиции нам это подсказывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Показываю медленно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В основе этой фразы лежит соль-минорный бокс от десятого лада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, в этом кусочке я специально акцентировал ваше внимание на приеме, который называется Мордент, потому что без него невозможно сыграть ничего в стиле Ричи Блэкмора. Итак, повторяю, как же он играется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первые две ноты мы извлекаем медиатором, остальные ноты играются приемом хэмер-он и пул-офф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первая нота до на тринадцатом ладу первой струны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И дальше играем хэмер-он и два пул-оффа к четырнадцатому ладу и затем пул-офф на одиннадцатый лад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ритмически сам этот Мордент длится три восьмых, поэтому мы постоянно ритмически смещаемся относительно бита, относительно барабанного движения. Поэтому здесь очень важно следить за ритмом, чтобы затем вернуться в долю более длинной фразой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь у нас уже четыре ноты, и мы возвращаемся в ноту соль на двенадцатом ладу. То есть медленно вся фраза звучит так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая фраза, которой мы заканчиваем, эту серию прекрасных Мордентов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это просто блюзовый лик с бендом на тон вверх от тринадцатого лада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вниз по соль минорной пентатонике. Дальше опять играем серию Мордентов со смещением на три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И дальше переходим к уже известному нам приему триль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играем нисходящие трели по соль минорной гамме по натуральному соль минору на второй струне вниз от ноты си бемоль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в конце бенд на второй струне на тон вверх от фа на шестом ладу до ноты соль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот если вы играете бенд на тон вверх, вы уже можете левой рукой играть широкое вибрато без использования рычага. А можете с рычагом. Это опять-таки всегда разнообразит вашу игру, когда вы используете то один прием, то другой, то третий, то используете трель, то используете какой-то еще флажелет, например, можно... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы сыграть флажелет, я касаюсь подушечкой большого пальца в момент звукоизвлечения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь нужно искать место, в котором флажелет получается наиболее ярким и сочным, и именно на той ноте, которую вы хотели извлечь. Запоминайте эти позиции и сможете играть флажелеты. Они звучат достаточно эффектно и очень по-руку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я надеюсь, информация из этого видео была для вас полезна, и вы сможете использовать большинство из этих приемов в своей игре. Как принято говорить в среде блогеров, подписывайтесь, ставьте лайк, хотя я, конечно, сам не очень люблю выпрашивать лайки и подписки, но в таком случае вы не пропустите наши следующие видео и получите больше для себя полезной информации. Также под этим видео вы найдете ссылки на табы, PDF, на файл для Guitar Pro со всеми этими музыкальными фрагментами, которые мы с вами сегодня разобрали. Минусовка для этих соло также находится по ссылке под этим видео. Также под видео вы найдете ссылочку на мой курс, в котором я подробно разбираю самые легендарные гитарные соло всех времен и народов. На этом все. Всем пока!